В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! И сегодня мы поговорим на очень актуальную и особенно для такого автомобильного города, как Владивосток, тему – это гаражная амнистия. В гостях у меня начальник отдела государственной регистрации недвижимости в электронном виде управления Росреестра по Приморскому краю Евгений Санин. Евгений Александрович, добрый день! Здравствуйте! Вступил в силу новый закон в сентябре прошлого года, я даже зачитаю, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Это так называемый закон о гаражной амнистии. Он сейчас набирает популярность, набирает обороты. Я уже сказала, город у нас автомобильный, поэтому это очень актуально, я думаю. Что же за гаражная амнистия? Что это за закон такой и что за требования? Я бы начал с того, что не только город у нас автомобильный, а весь Приморский край у нас автомобильный. Что же это за закон? Закон позволяет гражданам, у которых на сегодняшний момент не оформлены эти гаражи, оформить их в упрощенном порядке. Какие гаражи гражданин может оформить в упрощенном порядке? Это, конечно же, капитальные, те, которые прочно связаны с землей. Второе требование, которое определяем к этим гаражам, это гаражи, которые возведены до введения в действие градостроительного кодекса. Это 29 декабря 2004 года. И третье требование к этим гаражам заключается в том, что они не признаны решением суда самовольными постройками или такими самовольными постройками, не признанными органами местного самоуправления. Вот три признака гаражей, которые попадают под действие этого закона. А теперь давайте по полочкам, чтобы поняла я и поняли все наши слушатели. Первое – это многоэтажность, я так понимаю, гаражей. Это они должны стоять на земле. Что это значит? Что это подразумевает? Значит, смотрите, основное, одно из основных требований этого закона – это должны быть одноэтажные гаражи. Могут быть они отдельно стоящие, либо в строчке, в какой-то пеналы, в которых расположены гаражи. Это основное требование. То есть это одноэтажные, и двухэтажные, и трехэтажные гаражи под действие этого закона не попадают. Второе – это время принятия этого закона, то есть до какого-то года или от какого-то года. Ну, смотрите, значит, закон вступил в действие с 1 сентября 2021 года, и действует он до 1 сентября 2026 года. Поэтому я думаю, что гражданам надо засиживаться и ждать наступления 2026 года, а все-таки надо заняться уже оформлением этих своих гаражей, чтобы не упустить время. Если у человека гараж, я не знаю, там, с 70-х годов, он может попасть в этот закон? Ну да, я уже сказал, все гаражи, возведенные до 29 декабря 2004 года, все гаражи попадают под действие этого закона. И третье у нас, какое правило? Это самовольная постройка. Это, я так понимаю, самовольная постройка является то, что у нас сегодня городская администрация активно зачищает, убирает и вывозит. Ну да, то есть третье правило, что они не признаны решением суда самовольной постройкой или органами местного самоправления. Поэтому, если есть такое решение суда, то гараж хоть как уже не попадет под действие гаражной амнистии. Это тот самый гараж, который вот такое железное строение, непонятно откуда возникшее, на которое нет документов? Да, и не только, может, это любое строение, которое признано самовольным, то есть возникшее на земле, где не предоставлена земля под строительство этого гаража. То есть просто нет на него документов. Да, да. Теперь вопрос у меня шкурный, как обладатель гаража. Я не могу это не спросить, потому что в моем положении оказываются, наверное, многие жители Владивостока сегодня. Я являюсь собственником гаража. Ну, не я, мой муж, да? Гараж находится на втором или на третьем этаже гаражного кооператива. Все, мы не попадаем под закон. Нет, под действие данного закона вы не попадаете. Я уже сказал, что это одноэтажные, отдельно стоящие, либо в строчке гаражи. То есть двухэтажные, трехэтажные гаражи сюда не попадают. В чем суть вообще этой гаражной амнистии заключается? Кому она выгодна в таком случае? Ну, даже не про выгоду, начнем с того, в чем вся структура этой амнистии, суть вот этого закона. Вы оформляете не просто гараж, вы оформляете землю вместе с гаражом. А если вы знаете по нашему земельному законодательству, землю под гаражом может оформить собственник здания. Поэтому все гаражи, вот в этой вот строчке одноэтажные, этот закон признает отдельно стоящими, ну не отдельно стоящими, а зданиями. То есть у нас с вами строчка, пенал, да, скажем там, в нем 20 гаражей. Так вот, каждый гараж, этот закон, каждому гаражу дает статус здания. И, соответственно, вы имеете право оформить и земельный участок, и гараж под этим, вернее, и земельный участок под этим зданием, и гараж на нем. Вот суть этой гаражной амнистии. А если у вас строчка вот так, а не вот так, соответственно, первый, ну скажем так, первый стоит на земле, второй гараж уже не стоит на земле, и третий гараж тоже уже не стоит на земле. Поэтому здесь уже на землю должна возникать общая долевая, да, собственность. Ну это уже оформляется в рамках земельного законодательства. Я думаю, что здесь уже, ну, упрощенный порядок здесь уже не действует. Здесь уже действует общий порядок, либо признание права на гаражи, потом предоставление общей долевую собственность земельного участка, либо общий порядок по договору с Средним кодексу, разрешение строительства, разрешение на вод, и, соответственно, регистрация права, и потом предоставление земли всем собственникам гаражей в этом здании. Вот такой вот порядок. Тогда следующий вопрос. Кому же выгодна эта амнистия? Я бы не сказал здесь про выгоду, вот что здесь есть какая-то выгода, допустим, у государства. Здесь закон больше, скажем так, социально направленный, рожденный из запроса общества, да. Росрегист инициировал этот вопрос. Почему? Потому что поступает очень много заявлений, да, на регистрацию прав на гаражи у людей. Неполный пакет документов и так далее. Вот этот закон, он убирает вот эту неполность пакетов документов, дает людям, имеющим, скажем, усеченный пакет документов, зарегистрировать свое право на гараж, не обращаться в суд, потому что большое количество обращений в суд. Регистрация в основном шла через суды, поэтому здесь больше запроса общества. Но, конечно, выгода здесь, скажем так, есть. Выгода она в чем заключается? В том, что не имея разрешения на ввод, да, не имея тех документов, которые сейчас требуются при регистрации, да, человек может все-таки, имея, скажем так, ранее на законных условиях построенный гараж, полученный, может быть, от какого-то предприятия, сам возвел его, он имеет все-таки возможность зарегистрировать свое право. А право мы с вами знаем, что такое право собственности, да, это право владения, пользования и распоряжения. Так вот, вот все эти виды прав вы, получив гараж в собственности, землю, можете реализовывать. Закон, скажем, выгода государства в этом, тоже не сказать, что выгода есть, потому что земля под гаражом предоставляется бесплатно. Понятно, что потом мы будем платить налоги за это все, но это, скажем так, это наша уже социальная обязанность. Так, это издержки. Ну, это социальная наша обязанность, да, мы от государства что-то требуем, но при этом не хотим давать, это же тоже неправильно. Поэтому, вот сказать, выгода, я бы так не сказал. Все-таки это запрос общества, при этом каждый человек хочет иметь на праве это имущество, потому что мы с вами знаем, что купить гараж, либо купить его оформленный, либо купить его по какой-то бумажке, которая дает тебе право или не дает, вы об этом не знаете достоверно, да? Да. А когда есть регистрация, когда есть кадастровый номер, когда вы составляете договор, все это, переход права регистрируется, вы четко понимаете, что вы собственник. А это объект недвижимости. Да, и это объект недвижимости. А когда вы, ну, на сегодняшний момент, как они осуществляются? Один пришел ко второму, руки пожали, что-то расписку написал, в лучшем случае договор заставил, в лучшем случае сходил к председателю, если он и есть гаражного кооператива, в члены включили, все, хорошо живу, вроде как я хозяин, вроде как. А когда вот этот вот закон дает эту возможность оформить, даже таким людям закон дает возможность оформить эти гаражи. Поэтому, я думаю, вот этим надо пользоваться. Как амнистировать гараж, если вот, ну, тех же документов, например, нет совсем или их там недостаточно, что нужно сделать? Вот смотрите, закон дает обширный перечень документов, которые можно предоставить. Основное здесь заключается в том, что с этими документами вы обращаетесь не к нам в Росреестр, а в орган местного самоуправления. Какой перечень документов, скажем, вкратце перечислим в этом законе? Ну, это документы о предоставлении земельного участка, либо самому гражданину, либо гаражно-строительному кооперативу, либо предприятие какое-то выделило этому гражданину земельный участок под строительство гаража. Раньше колхозы, да, выделяли граждан. Это документы о членстве в гаражно-строительном кооперативе, различные списки о включении в члены, да. Это документы, та же членская книжка о том, что вы являетесь членом такого-то кооператива. На сегодняшний момент даже квитанции о коммунальных услугах, о поплате коммунальных услуг, или о присоединении к электрическим сетям тоже попадают и могут быть предоставлены в орган местного самоуправления в качестве документа, подтверждающего, что вы являетесь законным владельцем данного гаража. Это технический паспорт, сделанный до 2013 года. Это перечень неисчерпывающих документов в законе. Закон четко говорит, что орган местного самоуправления может самостоятельно определять перечень документов. То есть орган местного самоуправления, в зависимости от той ситуации, которая у него на территории происходит, он может определять тот или иной документ, отличный от тех, о которых я сказал. Что необходимо сделать для того, чтобы оформить гараж? Первое, необходимо сделать схему размещения земельного участка на кадастровом плане территории. Именно под этим гаражом. Для этого необходимо обратиться к кадастровому инженеру. Подготовив эту схему, необходимо подать заявление в орган местного самоуправления об утверждении этой схемы и предоставлении земельного участка под гаражом. Орган местного самоуправления... То есть администрация. Да, да, утверждает эту схема. После этого вы готовите межевой план и технический план гаража. Ставите на кадастровый учет земельный участок и обращаетесь обратно в орган местного самоуправления, предоставляете выписку на земельный участок и технический план на гараж. Орган местного самоуправления самостоятельно принимает решение о предоставлении и направляет эти документы для государственной регистрации права на земельный участок. И в случае, если гараж не стоял на учете, то на постановку на кадастровый учет данного гаража и на регистрацию права за данным гражданином данного гаража. То есть в результате орган местного самоуправления должен выдать две выписки о праве собственности на земельный участок и о праве собственности на гараж. На гараж. Где-то вот всю эту информацию в электронном виде можно увидеть, чтобы не запоминать? Да, на самом деле, да. Есть методические рекомендации на сайте Росреестра. Сайт Росреестра – это rosrerester.gov.ru. Методические рекомендации о порядке реализации гаражной амнистии. Там девять шагов, все понятно, все расписано. И если следую этим шагам, ну в принципе мы с ней про них сейчас проговорили, то результат не заставит себя ждать. То есть все это есть, доступно для каждого. Заходи на сайт, смотри и спокойно иди. И что называется в народе приватизируй свой гараж. Есть ли еще какие-то гаражи, кроме вышеупомянутых, которые нельзя, которые не попадают по домам? Да, не попадают. Не попадают коммерческие гаражи, скажем, для коммерческого использования. Там различные автомойки для ремонта техники и так далее. Не попадают гаражи в многоэтажных домах, многоуровневые парковки. И ведомственные гаражи, принадлежащие органам местного самоправления, органам власти и так далее. Все остальное гражданам доступно. Все, что гражданам принадлежит, именно гаражных кооперативов, все доступно. А мне вот еще интересно. Неужели настолько был широкий запрос от населения, что было решено принять целый закон? Как это вообще произошло-то? Вот смотрите, по нашей информации на сегодняшний момент в Приморском крае неоформлено 59 тысяч гаражей. Поэтому вот такой вот запрос. Это только один край. А у нас с вами 80 субъектов Российской Федерации. Ну да, получается, что достаточно много. И меня все-таки не оставляет в покое мой гараж. Наверное, никогда не оставит в покое. Как же все-таки быть тем, у кого вот двух-трехэтажные строения? Неужели совсем никак? Нет. Ну здесь надо действовать пока в соответствии с гаражной местами. На них не распространяется, я уже сказал. Здесь надо действовать пока в рамках действующего законодательства, общих норм земельного законодательства. Но я думаю, запрос этот есть. Вопросы мы тоже написали в Росреестр. Я думаю, что и так у нас динамично развивается общество, а запрос, опять же, исходит из общества. Возможно, будут какие-то внесения изменений в гаражную амнистию. И, может быть, мы в ближайшем будущем увидим какие-то изменения в этом направлении. Хотелось бы об этом думать. Но пока говорить об этом рано, да. Пока говорить рано. Сколько стоит вся эта процедура? Вот смотрите, значит, госпошлина за регистрацию права на земельный участок, за постановку на кадастровый учет гаража, за регистрацию права на гараж, она бесплатная, да. Госпошлина не уплачивается. Но определенные средства все равно придется людям затратить, да. Это средства на составление схемы, на подготовку межевого и технического плана. Суммы здесь уже зависит от того, где расположен гараж, удаленность его от каких-то центров и так далее. Ну и основной исполнитель по этим работам – это кадастровый инженер. Поэтому все зависит от той стоимости, которую уставляет кадастровый инженер. А сколько, есть уже какие-то данные статистические, может быть, сколько вот уже гаражей амнистировали в Примории? Да, на сегодняшний момент Примории амнистированы с сентября 2021 года. Это, скажем так, зарегистрированы права на земельные участки. Уже более 528 земельных участков приобрело собственников. В количественном выражении в квадратных метрах – это 18 тысяч квадратных метров. Это много или мало? Ну, если учесть, что у нас 56 тысяч гаражей и 500 мы зарегистрировали, то это еще пока не предел, скажем так. Есть еще куда стремиться. А гаражей зарегистрировано на сегодняшний момент 770 гаражей из 59 тысяч. Чего зависит скорость и успешность этой акции, назовем ее так? Ну, конечно же, она зависит от людей. То есть от того, как они будут пользоваться этой гаражной амнистией. А люди откуда могут это узнать? Это информационные политики как на Росреестра, так и органы местного самоправления. Потому что основную всю работу все-таки по процедуре осуществляет орган местного самоправления. Поэтому чем больше он будет информировать граждан, тем больше граждане будут пользоваться гражданой амнистией. И тем быстрее она наберет свои обороты. Вы мне за эфиром сказали, что, допустим, в Артеме многие вопросы решаются проще, чем во Владивостоке. С чем это связано? В Артеме нет двухэтажных гаражей. Там рельеф и в ряд рельефа зависит от двухэтажности, трехэтажности. В Владивостоке у нас с вами сутки, Артем город ровный. Поэтому там оформлен гараж. У людей не возникает такого вопроса, как здесь. То есть ход этих мероприятий, в принципе, зависит еще и от территориального расположения города в Приморье. Что касается времени, как долго продлится акция? Ну, не акция, а как долго будет действовать закон. Мне хочется назвать это акцией, потому что это похоже на какую-то очень добрую и хорошую акцию. Да, на самом деле это именно добрая и хорошая акция. Потому что большое количество людей имеют собственности, предполагая в собственности гараж. Есть люди, которые ходят в них, ухаживают за ними и так далее. А на самом деле не имеют документов на него. И даже, наверное, термин на амнистия такой, все-таки амнистия – это что-то связано с уголовным, таким преследованием. Здесь люди все-таки в основном в своей массе все порядочные. Они строили согласно тех правил, которые были ранее. А сейчас те правила, которые существуют, они не могут ими пользоваться, потому что не хватает либо того, либо того, либо того, либо того. Поэтому, наверное, да, акция как-то более… Как-то добродушнее звучит. Более, да, добродушнее звучит. Ну, у нас с вами 26-й год. Пока у нас с вами предельный предел стоит 26-й год. Поэтому я думаю, что все-таки нельзя, не надо оставлять на… Понятно, что у нас с вами дачная амнистия, да, она у нас тоже уже с вами несколько раз продлевалась. И будет ли это продление по гаражной амнистии, мы с вами не можем сказать. Но лучше пользоваться ее сейчас. Дачная амнистия, кстати, до сих пор действует. Поэтому… Поэтому действуем. Поэтому, да, гражданам надо обратить на это. Те люди, которые, кстати, изначально были заинтересованы в этом, они уже ходят, они уже дадут вопросы письменно, устно и так далее. То есть они уже пользуются. Ну, а остальным надо все равно… Ну, и помимо этого, есть же сарафанное радио, да, гаражи эти все в основном стоят в строчках. Конечно, друг друга знают. Второй не оформлен. Это уже такая, скажем, вот эта вот популярная история. Как много времени вот уходит, чтобы оформить свой же гараж в собственности? Здесь я не могу ответить, потому что все зависит от того, есть документы, нету документов. Как подали заявление в администрацию, как отреагировала администрация и так далее. Тот даже средний. Да, мы не просчитывали эту процедуру. Хорошо, тогда задам последний вопрос. Что же нужно делать? Давайте вкратце подытожим. У человека есть гараж. Он не знает, что с ним делать. Документы… Получил этот гараж, там, не знаю, с 80-х годов за ним тянется, документы часть есть, часть нет, расписки какие-то имеются, каких-то не имеются. Что делать? На что он должен обратить внимание и как ему участвовать в гаражной амнистии? Вот надо поднять все документы, которые есть. Вот прям все, что есть. Посмотреть, какой есть у него документ на этот гараж. Я уже перечислял раньше. Возможно, там это все есть. Членская книжка там, список и так далее. Справка о выплате пая, о том, что он выплатил паи и так далее. Посмотреть. Ну, понятно, что визуально и так далее мы с вами должны определить. Попадает, не попадает. Капитальный. Возведен до 2004 года. Ну, не самовольный, понятно, все знают. Вызывали его в суд, не вызывали, сносить будут, не будут сносить. Хорошо, если у человека есть документы на земельном участке. Тогда все это пройдет быстрее. Конечно. Но в то же время законодатель дает людям возможность заменить этот документ теми документами, теми справками, которые у него могут быть вот в этой стопочке. У нас почти у всех всегда хранятся эти стопочки. Помимо этого, вы сказали, по договору купли-продаж. Люди тоже, те, которые приобрели, они могут также воспользоваться этот гаражем, также могут предоставить органам местного на самом районе именно договор купли-продажи. Что он его купил, этот гараж у того-то, того-то, того-то. Наследники. Это тоже очень интересный вопрос, потому что гаражи у нас с вами возведены в 70-х и так далее годов. И уже многие правообладатели отсутствуют. Но есть наследники, и они тоже могут оформить гараж. Они должны предоставить один из тех документов, которые унес, и документ о том, что они приняли наследство. По любому другому объекту недвижимости, из которого будет понятно, кто является наследником данного гражданина, предыдущего правообладателя. Вот основное, скажем так, то есть мы требования к гаражу предъявляем с вами, является капитальным, попадает, не попадает, документы, какие у нас есть. А даже если документов нет, все равно надо обращаться. Потому что органы местного самоуправления, с тем, что даже что есть, даже если они не перечислили, не те, которые я перечислил, органы местного самоуправления будут рассматривать эти документы и принимать для себя решение. Да, да, нет, нет. А может быть, этих документов, они будут идти без остановки, их будет очень много. И органы местного самоуправления будет понятно, что в данном случае был такой прецедент. В данном случае вот здесь, в этом месте, так делали. Соответственно, закон гаражной амнистии дает возможность органам местного самоуправления, понимая, что вот так делали, и это было нормально, орган местного самоуправления может включить в перечень тех документов необходимых. Вот именно тот документ, который вы предоставите. Поэтому в любом случае надо обращаться. Ну что ж, хочется тогда нашим зрителям пожелать собрать всю волю и все документы в кулак и идти с этими документами в администрацию и участвовать в гаражной амнистии. Все верно я говорю? Да. Я напоминаю, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили о том, как оформить в собственность свой гараж, о гаражной амнистии. В гостях у меня был начальник отдела государственной регистрации недвижимости в электронном виде управления Росреестра по Приморскому краю Евгений Санин. В студии работала Юлия Роакотская. Увидимся на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова